Владимир Владимирович, с победой вас. Ваш комментарий по сегодняшней игре. Спасибо за поздравление. Я бы назвал эту победу долгожданно. В этом году в официальных играх мы еще не побеждали. Груз такой ответственности он в любом случае давил. Это было видно и по содержанию игры, когда начали довольно неплохо. Забили гол, создали еще моменты, которые должны были привести к взятию ворот, чтобы в дальнейшем себя обезопасить. Ну, стартовый натиск он привел только к одному голу, и чтобы было поспокойнее, можно было забивать еще. Потому что моменты были для этого. Ну и такой шаткий счет, нервная концовка, пенальти наши ворота. Ну, я думаю, что болельщикам игра понравилась. Равнодушным точно никого не оставили две команды. Ну и хотел бы поблагодарить тех людей, которые сегодня пришли на стадион. Все способствовало хорошему матчу и состоянию газона, и антураж, и эмоциональные болельщики, которые сегодня были на трибунах. Поэтому хотелось себя порадовать, их порадовать, и, наконец-таки, добиться победы, положительного результата, что в конечном счете сегодня и получилось. Вы уже были в разделалке. Как настроение у ребят? Добавил груз давления? После побед всегда хорошее настроение. Команда Гумель в этом не исключение. Поэтому победу положительных эмоций добавляет. Дай Бог, чтобы такое настроение было после каждой нашей игры. Несмотря на победные результаты, есть ли моменты, которые мы были недовольны? Естественно, всегда есть моменты. Мы сыграли не идеально, и, начиная с первых не только официальных, но и контрольных игр, мы видим наши недочеты. Пытаемся работать над их устранением. До совершенства нам еще далеко. Над этим будем работать. Еще есть время, и хотелось бы улучшать нашу игру, поменьше ошибаться и побольше закреплять тех положительных моментов, которые у нас в этой игре все-таки есть. Во втором тайме больше соперник нас заставил обороняться, поэтому играли на контратаках. Были перспективные переходы, были встречные атаки, но хотелось бы, чтобы больше эффективность была в наших действиях, потому что много было ошибок, из-за которых не довели свои перспективные атаки до логического завершения. Ваш коллега Павел Игоревич Родненов сказал, что сегодня действовала команда ветеранов против команды студентов. В следующем туре будет направиться на выезд в Минск, тоже одной самой молодой команды лиги. Будет ли с точки зрения фактора, как-то игра похожа или нет? Ну, я бы не стал заглядывать в паспорт ветеранов, студентов. Каждый идет своим путем, у каждой команды своя история. Здесь все борются за очки, и всем очки надо, и видите, какая плотность в таблице, и неважно, кто на поле уходит по возрасту, самое главное – это окончательный результат в каждой игре. Каждая игра – это новая история, которая может по-всякому случиться, произойти, поэтому, ну, еще раз повторюсь, не стал бы акцент делать на возрасте.